То есть служебная записка может составляться, поясню, не только для наказания сотрудника, но и для поощрения. Так вот почему-то у нас только с целью наказания служебные записки составляются. Где же позитивная сторона этих служебных записок-то? Требования письменного объяснения 30.11.20 не имеют в законах оснований, не несет юридических последствий, поясняю. Вот это вот затребование объяснительное было на основании служебной записки. А если служебная записка это просто ноль, созданная никем и сочиненная из ничего, то и законного требования предоставить объяснительную не может быть. Цена следующего действия выражившаяся в написании составления актов докладных служебных записок и тому прочее. Леруа Мерлен в отношении персон Вареников Кирилл, Кирилл Михайлович Вареников, Вареников Кирилл Михайлович, все заглавные. Вареников Кирилл Михайлович по правилам русского языка. Леруа Мерлен Восток обязывается выплатить мужчине, хозяину имени Коловрат, учредителю и выгодоприобретателю этих персон 1 килограмм золота. И как мне Мещерякова сказала, я тут неблагоприятную рабочую атмосферу создаю. Так вот теперь я в этих волеизъявлениях и от персон добавляю добра вам и благоприятной рабочей атмосферы. Без оборота на меня. Далее, что после этого последовало буквально, там на следующий день, через день, 1 декабря, я когда стоял, значит, перебирал там профиля, это ближе к периферии, то есть там меньшая проходимость, дальше от центральной аллеи и в противоположной стороне от общего входа. В общем, в большом городе, да, 600 тысяч населения, крупный гипермаркет, и где-то там на периферии человек без маски, и у него вот такая ситуация с Леруа Мерлен, да, вот с этим руководством. И тут каким-то вдруг случайным образом именно в это вот, вот в это место попадает сотрудник полиции. Это не совпадение, таких совпадений не бывает. Показывает мне, значит, свою корочку, махнул там быстро, начал сразу мне говорить, пройдемте, пройдемте. Даже взял за кисть, я кисть отдернул, то есть там буквально перекинулись двумя-тремя фразами, он меня звал куда-то, пройдемте. Значит, где-то кто-то уже ждал, он целенаправленно подошел. После того, как я уже включил камеру, видео коротенькое сейчас будет, там без звука, громкость добавьте, есть звук. Он ушел, я ему сказал, что я как бы нахожусь вот на месте по трудовому договору и не могу его покинуть. Он ушел, значит, там за подкреплением, после уже подошел еще сотрудник полиции в форме, на видео вы увидите. Ваше право составлять документы, какие хотите, я здесь ничего не нарушаю, вот на указ президента ссылаюсь. Ну все, это ваше право, все, мы протокол составим, вы напишите, ссылаюсь на указ президента. Нет, это можете вы уже писать, там на что я ссылаюсь, я писать в ваших бумагах, в офертах ничего не буду. Ну как человек подписывается, скажи, если не понимаете. Ну я стою, вы ко мне подошли, что-то хотите? Пройдемте в комнату ОПВС. ОПВС для меня никто, у меня его нету в трудовом договоре. Вы тогда поехали в отдел полиции центральной, передевайтесь, собирайтесь поедем. У меня нет желания ехать. Нет у вас желания, тогда мы принудительно сейчас поедем. На основании чего вы принудительны? На ручниках поедем. На основании чего? На основании 23 статьи. Она не предусматривает задержание, доставление, это раз. Два, вы мне не предоставили доказательства того, что это вообще такое нарушил. Если вы утверждаете, что здесь режим повышенной готовности, обоснуйте, пожалуйста. Вот даже те указы губернатора, на которые вы ссылаетесь, они вступают с момента подписания. Я ни разу не видел. И ни разу не видел. Я ни разу его подписи там не видел, вот в чем вопрос. 20.6.1 гласит, что... Там слова маски нету. Откроем, почитаем слово маски. Давайте откроем, почитаем. Давайте откроем. Давайте установим. Мужчина. Просто живой мужчина. Живой мужчина, вряд ли. Документы не живые. У меня нет документов. Паспорт, водитель. Нету? Паспорт обязан бережно хранить гражданин. Документов нет с собой. Фамилия, имя, отчество тогда вашим. Я же вам говорю, мужчина. Мужчина сейчас в цирку устраивает. Какой он? Ну, в цирку вы устраиваете. Ну, поедем тогда сейчас в отдел. Ну, составляйте там протоколы опять свои. Потом будем по этим бумагам на вас поставить бумаги. Ну, давайте тогда поедем. Собирайте, поехали в отдел. Ну, я сам не поеду в отдел. Я говорю еще раз. Я ничего не нарушал. Вот указ президента, что вся эта клоунада здесь не действует. На магазине, собственно. Мы сейчас не будем здесь выяснять, что вы нарушили, что не нарушили. Я вам поясню, что было нарушено. На месте правонарушения, если оно имеется, на месте правонарушения все устанавливается. Вы мне что объяснили? Установление личности нужно тогда будет в отдел проехать. Вы личность свою не можете устанавливать. Зачем личность устанавливать, если нарушения нет? Как нету-то? Да вот так, вот здесь маски нету, не указанного. Ну, правило 417. Эти правила не распространяются, вот написано. Как они не распространяются? Держи. Мне покажи, что они не распространяются. Вот. Меры, принимаемые в соответствии с пунктом 1 настоящего указа, не распространяются на следующей организации. Пункт В. Организация, обеспечивающая население продуктом питания и товар первой необходимости. На 417-й РГ не распространяются, да? Причем это все меры, которые вот этот распотреб прописал. Они не распространяются на магазины. Это указ Путина. Губернаторские эти постановления, он сам их не подписывает. Ответственности он за них не несет. Приведение обязательное. При исполнении граждан и организации приведения режима, полученная готовность и в чрезвычайной ситуации. У нас ЧС введен? Да, у нас не ЧС введен, у нас полученная готовность. Кем введен? Губернатором. А на основании чего именно губернатор ввел этот режим? Откуда у него такие полномочия? Вот, смотрите. Требования заказа Советской Федерации о защите населения от чрезвычайных ситуаций, от чрезвычайных ситуаций, от центра эпидемической группы, полученной населением. Выполнение закона требования оказания руководителей к губернации и чрезвычайной ситуации представителей экстремных оперативных служб и инфу, отчитания мероприятий по предупреждению к губернации, дали полномочия на должностные лица. Получение инструкций при обнаружении пострадавшего. Документ. Иметь при себе и предъявлять по требованию полномоченных должностных лиц документу, заслуживающей личность гражданина, а также документы при наличии дающей права не соблюдать требования, установленные пунктом В настоящего пункта и под пунктами В и В пункта 4 настоящего. Вот, вот, говорю, указ Путина. Ну, я вам только что зачитал. Это в каких случаях вот эта вот обязанность предоставлять всех документов? Если бы здесь ЧАЭС было введено, ходите всегда с документом. У нас режим повышенной готовности. Это у вас, я вам говорю, у нас нет, у меня нет режима повышенной готовности. У вас нет, тогда мы установим вашу личность, составим протокол, вы далее будете обжаловать его и разойдемся. Спокойной мере. Хорошо. Ну, вы что хотите, то делайте. Я сейчас на рабочем месте вообще нахожусь. До сих пор этого самого ПВС-ника, который по ходу по его заказу, вы сюда приехали, его нету. Какие заказы? У нас рейд, мы осуществляем рейд, выявляем правонарушение. Вот. Что, я не знаю, вы пришли конкретно ко мне персонально. Какой чё смеяться? Я обошел, вот не поверите, в полмагазина. Больше полмагазина, я оттуда пришел к вам вообще. Я обошел всех продавцов, посмотрел, всех. Всех конкретно продавцов я обошел, посмотрел. Ни на одном даже маска вот так не была. Вот так даже не была. У всех была одета полностью вот так. Ну, у нас люди скоро скажут головой об стену долбиться, они будут долбиться, но я-то здесь при чем? Ваше право, я еще раз объясняю. Протокол мы на вас составляем, далее вы в суд отправляем, рассматриваете суд. Если вы не согласны, вы можете присутствовать в суде. Давай сказать. А зачем вы меня в суд отправляете, если я ничего не нарушал-то, а? Ну, мы же... Вот вы сейчас просто вычитали с этих правил то, что вам удобно. У губернатора нет таких полномочий вводить. Кирилл, я вашу даже личность установить не могу на данный момент. Я же ему говорю, просто мужчины... Ни паспорта, ничего, ни водительского с тобой нет. Полномочия органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в области защиты населения. Полномочия органов государственной власти, субъектов Российской Федерации. И вот они, значит, тут прописаны, эти полномочия. Вот. Сейчас мы открываем постановление Верховного Суда о том, что губернатор не является органом, вот это субъектом государственной исполнительной власти. Это ваше право. Вы можете это в суде высказать все. А зачем мне идти до суда, если я здесь на месте заявляю вам, что нету никакого правонарушения, нету тут никакого там режима повышенной готовности? Ну, цирк это полный. Я вам еще раз объясняю. Мне нужно установить вашу личность. Это раз. Мне это не нужно. Мне нужно. Была, значит, дискуссия. Я им предоставил указ президента 316, в котором говорится о введении вот этих мер ковидных. И там же пункт 4, под пункт В, пункт 4 перечисляет, на какие организации и их сотрудников не распространяются вот эти меры по борьбе с ковидом и от Роспотребнадзора. Пункт В. Организация, обеспечивающая население продуктами питания и товарами первой необходимости. Получается, Леруа Мерлен в магазине с товарами первой необходимости нету всей этой клоунады по указу президента. Я объяснил, что губернатор это не может вводить. У нас субъект государственной исполнительной власти это коллегиальный орган. То, что касается постановлений там Поповой, так вот, есть ответ, приложен с самого Роспотребнадзора, что не несет никаких юридических последствий, не могут быть наложены там какие-то штрафы и так далее. И это все рекомендации, не обязательные к исполнению. Но им это неинтересно. Цель была составить протокол. Пришло еще два УПВСника, один стажер, один вот этот менеджер. Начали, значит, указывать, кричать, повышать голос. Шары там у него красные, из-под этой маски бедные, дышать нечем. Злиться. Ну, в общем, я ему сказал, что в трудовом договоре не предусмотрено. Там есть директор, дежурный директор, может быть, когда берет полномочия директора, руководитель, менеджер. Менеджера УПВСа там нету. Поэтому я ему сказал, не указывай и не мешай общаться с сотрудниками полиции. Сотрудники полиции на мужчину не могли составить протокол. Они решили силой, значит, увезти. Три раза все проехать, проехать. Требовали проехать. То есть я не стал доводить до того просто, что меня заберут в этих штанах и в майке силой. То есть в очередной раз с угрозами, под принуждением и под их ответственность я сходил, переоделся и поехали в отделение полиции. Опять же, ну, он получается еще в магазине, он говорил, что у них рейд. Я говорю, ребята, вы что заказ-то выполняете? Чей заказ? Он говорит, у нас рейд проходит. Я говорю, хорошо, если у вас рейд, тогда постановление прокурора с вашей фамилией, как сотрудника полиции, и не вижу сотрудника Роспотребнадзора. Так проводятся рейды, которые предписаны по постановлению прокуратуры. У него, естественно, этого не было, они проигнорировали. Но все равно у них был рейд. В машине, пока мы ехали, была не служебная, частная. Он был без формы один, вот этот, который первый, вы увидите на видеоролике. В машине не было никаких товаров, Леруа Мерлен в руках, и у них не было никаких товаров с Леруа Мерлен. То есть они туда приезжали не за покупками. Это не случайная поездка. Они приехали туда целенаправленно, зачем-то. Когда уже в отделении, у меня имеется аудиозаписи, ну, посмотрим, части я выложу. В отделении полиции, значит, доставили с целью установления личности той персоной, в отношении которой протокол составлялся, я не являюсь. Пугали, значит, тем, что на 48 часов можете быть задержаны для установления личности. Так же, как и сами эти сотрудники полиции на видео, так и женщина, должность ее даже не знаю, которая там вела это дело или что, к ней мы в кабинет зашли. Серьезным лицом вот так говорит, вы будете задержаны на 48 часов. И теперь представьте мою реакцию, когда я знаю, что по кодексу, по КУАПу, в случае подозрения в административном правонарушении, можно задерживать максимум на 3 часа. А в случае подозрения в уголовном деле на 48 часов. И она это тоже знает, и я это знаю. Но она сидит с серьезным лицом, утверждает про 48 часов. То есть ты знаешь правду, смешно слушать вранье, когда ты знаешь правду. Когда аудио будет предоставлено, когда вот она спросила вот этого сотрудника полиции, который, собственно, все начал. А как так получилось-то, ну почему его сюда привезли? Он говорит, аудиозапись будет предоставлена. По факту выявление. Шел, гулял и вот выявил. Ну, пускай уж определится, у него рейд, или он по факту выявление это сделал. Да, вытирание. А, нет, вытирание. Вообще нет выявления, выявление получается? Ни, ничего не заявление. Ни заявления у вас нет, ни протокола там, ничего нет. Просто привезли, вот прокатили назад, а хоть и везете. А как это получается? Вы по заявлению или просто выявили данные? Просто выявили данные нарушения. Мы приехали у нас там по документам или ируя. Я прошел все продавцы в маску, все, все, кроме одного. Вот хоть бы у одного вот так там было, там еще как-то, но они вот так все сидели, все. Я вот вижу, третий вариант, по заказу знакомого. Если у них такие полномочия, я волеизъявление сделал на заместителя вот этого отделения, на фестиваль на один, начальнику их, чтобы предоставил список тех сотрудников, которые, или должностных лиц, которые имеют право составлять протокола по 20.6. Кроме того, есть ответ, значит, на запрос, вводился ли режим повышенной готовности правительством Российской Федерации. Ответ из Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России. От 7.12.20.20 номер ИГ-11-192 о направлении сведений. В соответствии с вашим письмом, поступившим в МЧС России по электронной почте, заявка такая-то режима повышенной готовности на территории Российской Федерации, обведение режима повышенной готовности сообщаем. Следующее. В соответствии с пунктом А.1 и А.2 ст. 10 полномочия правительства Российской Федерации в области защиты населения территории от чрезвычайных ситуаций федерального закона о защите населения территории от чрезвычайной ситуации природного техногенного характера от 21.12.1994 года номер ФЗ-68. Правительствам Российской Федерации режим повышенной готовности в период с 1 января 2020 года по 3 декабря 2020 года на территории Российской Федерации не вводилось. Обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения не устанавливались. Никакого режима повышенной готовности у нас нет. И на момент составления протоколов на персону Вареников Кирилл Михайлович, это 1 декабря, ответ, что по 3 ничего не вводилось подобного. Все это цирк полный, идет проверка населения и выявление из населения народа, кто диспособен, кто адекватен, кто видит и понимает правду, кто готов проявить волю, а кто останется безвольным. У каждого будет свой путь. Я сказал, я эти намордники носить не буду нигде и никак, это моя воля. И вот эта, так скажем, администрация города Новокузнецка, магазин Леруа Мерлен, она идет против воли мужчины. Всячески ограничивает, принуждает, дискриминирует. Значит, я хочу, чтобы директора магазина привлекли к ответственности, предусмотренной законом Российской Федерации, за вот эту дискриминацию, за вот эти вот постоянное давление, значит, чтобы понесли ответственность те, кто оставил человека голодным на ночь, а магазин опечатывается, чтобы вы знали, что там нет возможности сбегать, покушать, взять в другое место где-то. То, что закрыли, опечатали, то и остается на ночь. За доставленные неудобства, моральные, да. Кто бы из вас вот сейчас смотрит, смог бы вот этот путь пройти. Понимаете, сколько морального давления, тоже нервов, например, акт, когда составляли там об отстранении, первый раз я подошел к Владимиру, руководителю, у него, ну просто я смотрю, у него руки трясутся, он говорит, Кирилл, давай помолчим просто, вот подожди вон там, я сейчас акт составлю. А когда потом уже пришли, он акт составлял, ну, я говорю, зови тогда там понятых, нигде расписываться не буду об отстранении. Уже у меня руки, ну, потом по камере только заметил, что, то есть, понимаете, это тоже сильное давление и на психику, и на волю. Вот, все это, ребята, клоунада полная, носить этот намордник нигде не буду. И также хочу, чтобы привлекли вот этих персонажей, которые составили персон, должностных лиц, которые составили протокол от 1 декабря по статье Коапа 20.6.1. Почему они, значит, составляют и на этом все? А потом бегает человек в суд, как обжалует то, чего не должно быть вообще. Кто за эту ответственность понесет? Руководители этих должностных лиц? Или все-таки эти руководители этих должностных лиц привлекут к ответственности? Или если эти должностные лица не могут понять, кто перед ними? Физлицо, гражданин, человек или мужчина? И не понимают, как относиться в зависимости от того, кто перед ними? Может, как-то разъяснительную работу проведете? Эти должностные лица, которые составили протокол по 20.6.1, должны быть привлечены к ответственности, предусмотренной законом. И это вообще просто пришли в трудовое время человека, выдернули, устроили показательно при всех. Ну, на самом деле получилось то, что тот, кто заказывал этот цирк, смешно выглядел. Это просто говорит вот это... Я понимаю, когда слабый человек, когда он один, его четверо отпинали, он потом идет в полицию, говорит, так и так, помогите. Или бабушка кричит, женщина, сумку украли. Но когда там такие большие деньги, там такой штат никакой, какой юристов есть, есть, значит, административный ресурс, какие-то люди, да, которым ты можешь давать всякие разные задачи, и они каждый в своем деле профессионал. И в итоге просто на продавца, консультанта вызвать там полиция, помогите, это просто позор, это позор. Это говорит о некомпетентности, это говорит о безграмотности. И, собственно, вот это вот высокомерие, потому что я так сказал. Да у нас там не было такого. Я впервые с таким столкнулся, потому что я так сказал. Всегда было все по-человечески, и можно было обсудить и договориться с друг с другом. Именно поэтому трудовой договор еще на 5 лет заключен, на такой долгий срок уже 5 лет длится. Потому что там все всегда можно было по-человечески решить. Сейчас по-человечески не стали решать. Стали делать вот директивно, я так сказал. А вот не угадал. Вот и что дальше, Денис Александрович? Я еще раз говорю, хочу, чтобы ГААКа Дениса Александровича, должностное лицо, привлекли к ответственности. Это также является обращением и к вышестоящему, и к лицу имеющего право действовать без доверенности на территории Российской Федерации от ООО «Леруа Мерлен Восток». Чтобы обратили внимание на этот город, на Новокузнецк. Что здесь происходит? Почему здесь натягивают тряпки на людей? Кто хочет, тот не носит. Кто хочет, тот носит. Все, это их воля. Я не ограничиваю. Пожалуйста, хотите носить, носите. Но если я не хочу носить, то я не буду носить. Ну и хочу сказать, что прежде чем делать, записывать этот видеоролик, я со своей стороны неоднократно, письменно в заявлениях, потом в волеизъявлении, уже предупреждал, сам просил ознакомить сотрудников, чтобы как бы не было ко мне лишних вопросов. Я предлагал, что ну давайте я не ношу, ну буду спрашивать, скажу у меня, есть документ, да, что я могу не носить. А какой? Ну тайны. И все, я многим так и отвечал. Ну по факту есть у меня бумаги, что я написал документ, есть. Ну а какое это уже мое дело? Давайте так, то есть как-то. Ну не будем, чтобы эта конфликтная ситуация не была. По соглашению сторон я предложил. После уже вот этого всего, что произошло, я все-таки еще раз зашел уже к самому директору, предложил по соглашению сторон, сумма была уже еще больше после того, сколько со мной все произошло там. Вот. Ну он говорит, даже не обсуждается. Ну на нет и суда нет, не обсуждается, не обсуждается. Вот. Поэтому я сейчас записал это видеообращение. Ну и что могу сказать еще? Что, ну сейчас я буду действовать более активно. Я буду рассказывать людям все вот это вот. Я буду по нашим, по вашим чатам это распространять, этот именно видеоролик. Я возможно напишу волеизъявление на должностных лиц, в суд. Ну никто не ограничивал этого права на судоговорение вызвать вас. Выхода пути два из сложившихся ситуаций. Первый вариант. Трудовой договор продолжается, исполнение обязанностей сторонами продолжается. Лица, которые участвовали вот в этом беспределе, должны быть привлечены к ответственности. Вариант второй. Трудовой договор расторгается по соглашению сторон. Все. Добра вам и благоприятной атмосферы. 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 Продолжение следует...